Не каждый может совершить революцию, а уж так, чтобы в твою честь называли улицы или торты и подавно, но, пожалуй, это должно быть приятно, если твоим открытием или достижением пользуются в дальнейшем довольно массово, в том числе и те, кто старше тебя намного. И пускай не особенно ссылаясь на первоисточник, настоящие гении же работают не ради благодарности. Яркие часовые инновации встречаются постоянно, однако чаще всего они так и остаются в рамках одного бренда. Серьезно повлияли на отрасль, ну, автоподзавод, ну, кварц. Даже революционный массовый коаксиальный спуск Омеги используется в Омеге. В дизайне, наверное, что-то подобное, революционное, это Open Heart, возникшее благодаря бренду Фредерик Констант. Строго говоря, впервые подобное название прозвучало еще раньше, в 1979 году, а озвучил его ныне позабытый, принадлежащий игрование Ревью Томэ. На тот момент данный дизайн был неосмыслен и представлял собой дырку по центру циферблата. Открытое сердце часов и их спусковой механизм мы можем наблюдать именно благодаря Фредерико с 1994 года и его знаковой линейке Heartbeat. Зачем такой элемент появился, сказать сложно. С одной стороны, Open Heart довольно непростая штука, и калибры требуют особого вмешательства, чтобы это смотрелось по-человечески. С другой стороны, это недоскелетон, ведь какой смысл разглядывать самые простые массовые калибры, которые в общем и целом довольно скучны. В массовом часовом сегменте вторая идея, чуть-чуть скрасить что-то очень простое, можно сказать, и возобладала. Поэтому и часы с таким дизайном шибко не привлекают, всем достаточно прозрачные крышки, коль уж на то пошло. Тем не менее, некоторые модели смотрятся весьма органично и интересно даже при всей их простоте и дешевизне, и в первую очередь это модели Ориент. Но здесь тоже отдадим должное. Open Heart действительно лишь дополняющий элемент дизайна, а не собственно дизайн. Будучи доминантом, он подчеркивает хорошую работу с картинкой циферблата. И как наиболее яркий пример деликатного использования этого дизайна, я бы хотел показать вот такую коллекцию. Ориент Классик. Мы лишь по намекам здесь можем понять, что для Ориента является классикой. С одной стороны, мы получаем здесь стрелки Бреге, которые вполне могли дойти и через Фредерик Констант, который любит эти стрелки. С другой мы наблюдаем железнодорожную секундную шкалу, которая ассоциируется в первую очередь, пожалуй, с часами-авиаторами военного периода. Наконец, Open Heart, вошедший в моду с 1994 года. Так что это скорее весьма эклектичные часы, собранные из разных эпох, которые, впрочем, уживаются здесь добрососедски. Ассортимент условно поделен на римское и арабское, и надо ли говорить, какой из циферблатов выглядит чуть более утонченно и чуть более винтажно. Основным подкупающим фактором в случае с Ориент остается соотношение качества и цены. Механические часы Ориент работают на базе калибра F6-T22 с 22 камнями, противоударной системой, сейка, ручным заводом в дополнение к автоматике и стоп-секундой. Калибр имеет запас хода до 40 часов. Его-то сердце мы и видим в положении 9 часов, а для более внимательного изучения предусмотрена прозрачная задняя крышка. Материалы часов отчасти скромные. Если корпус, который, к слову, 41 мм, здесь все-таки стальной, то вот стекло, конечно, минеральное, что можно понять в том числе и по достаточно скромной цене. Даже сегодня японская механика в этом корпусе стоит 15-16 тысяч рублей, что является одним из лучших предложений на рынке. Второе лучшее предложение, которое прозвучит, это, конечно, подписываться на канал. Ссылки на пару моделей под роликом. До встречи!